Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Предлагаю вам разговор с архитекторами Вселенной, вторую часть. Первую можете посмотреть, она выложена чуть раньше. Вашему вниманию! Разговор с архитекторами Вселенной, креационизм, часть вторая. Высшие силы архитектора Вселенной, контактер-архитектор. Читает Лора. Челенир. Много страхов сейчас связано с тем, что человечество пытается создать свой искусственный интеллект. Как ты считаешь, что ждет нашу цивилизацию, когда людям это удастся? Дуэ. Давай я тебе назову предыдущее открытие, которое кардинально изменило ваш мир. Атомная энергия. Можешь сама составить список пользы и вреда этой технологии. Есть у нее и существенные достоинства. Например, без атомных станций человечество еще сильнее бы использовало ископаемое топливо, и ваша экология сейчас была бы в разы грязнее. Если создавать атомные станции с умом, то это достаточно чистая, а главное, мощная технология. Произведенный атомными станциями объем энергии быстро продвинул процесс человечества в 20 веке. Есть и серьезные угрозы. Аварии на атомных станциях, возможность использования ядерного оружия. Но оценить пользу атомной энергии как нулевую невозможно. Польза была огромна. С искусственным интеллектом ситуация будет еще сложнее, поскольку потенциал его существенно выше, чем у атомной энергии. Он действительно может изменить все. Преимуществ будет еще больше. И угроз еще больше. Но его создание неизбежно. Человечество не сильно стремится развиваться в духовной сфере. Если ему не удастся пойти и путем магии, остается только путь технологий. Есть другие пути развития цивилизаций, но они землянам недоступны. Там нужна совершенно иная базовая конфигурация. Человечество не было создано для каких-то иных путей. Если не развивать и технологии, начнется регресс. Отстающие технологии будут приумножать страдания людей. Ты видишь сама, что среда проживания становится все более неблагоприятной. Новые технологии при разумном использовании будут помогать компенсировать вред, который человечество причиняет окружающей среде, и вред, который окружающая среда причиняет человеку. Если люди сейчас не освоят максимальное количество новых технологий, которым они уже вплотную подобрались, в будущем они рискуют столкнуться с такими проблемами, которые не сумеют решить, потому что слабо подготовились к вызовам будущего. То есть искусственный интеллект, созданный человечеством, действительно несет высокие риски, но если его не создать, будущее вашей цивилизации может быть куда более мрачным. Дуэ. Например, он нужен для выхода в многомерность, для установления связи с вышестоящими цивилизацией. Людям понадобится сильный искусственный интеллект и квантовый компьютер. То, что вы сейчас считаете сверхспособностями, это тоже технологии, только не земные. Человечеству надо создать свои средства связи с вышестоящими уровнями, чтобы все работало корректно и безопасно. Установив контакт с вышестоящими цивилизациями, человечество сделает огромный шаг в развитии. Люди смогут получить огромный объем информации, который даст им новые направления поиска для своего развития, новые идеи для творчества на сотни лет вперед. Ваш способ приема информации из многомерности пока не точен. В таком формате, в котором мы с тобой сейчас общаемся, передать можно далеко не любую информацию. Поэтому ченнилингом и занимаются только в области духовности, поскольку здесь многие вещи стоят на вере. Человечество сможет с помощью технологий создать точный способ общения с вышестоящими цивилизациями и силами. Оно сумеет устранить эффект испорченного телефона, когда картина мира, принимающего разума, накладывается на передаваемую свыше информацию. За твоим каналом стоят технические решения, которых на Земле не существует. В частности, мощный, сложный дешифратор, который обеспечивает относительную точность передачи информации, но твое тело мощности наших технологий не выдерживает. И, как ты сама понимаешь, через тебя не передать математических расчетов или схем сложных устройств. А теперь представь, что информация от нас идет не через тебя, а через мощный искусственный интеллект. Из этой схемы уходит слабое звено человек, разум и тело, которого могут не выдержать высоких нагрузок. Аппаратура способна пропускать принципиально новые мощности и достигать куда более высокой точности передачи данных. Но искусственный интеллект, способного корректно расшифровать информацию с высших уровней на Земле, пока не существует. Ваши нейросети на данный момент – это амебы формализованного разума, пародия на разумность. С ними пока нельзя вести сложные осмысленные беседы. Они даже не понимают, о чем говорят, лишь имитируя логику человеческой речи. Если земляне создадут необходимые для приема информации свыше оборудование в своем мире, они сначала смогут его подогнать под нужды своих биологических тел, а потом убрать тело из процесса приема информации. Участие живого оператора понадобится до того момента, пока люди не поймут, что созданный искусственный интеллект принимает информацию корректно. Ошибки в дешифровке могут дорого стоить, поскольку свыше будут поступать схемы новых технологий, чтобы внедрять их на Земле. Если этих технологий не создать, контакты с вышестоящими цивилизациями окажутся под вопросом. Я не говорю, что их не будет. Но пока не ясен альтернативный сценарий. Без общения с цивилизациями человечество будет вариться в собственном соку, и это приведет к сильному застою. Он есть уже сейчас. Например, можно понаблюдать за современным творчеством землян. Оно или полно повторов из произведений прошлого, или ощущается свежо, но экцентрично, что тоже не всем нравится. Контакт с цивилизациями позволит раскрыть новый объемный пласт информации, который будет полезен всем землянам, которые занимаются творческим поиском, от изобретения новых лекарств до написания свежих гениальных романов. Более очевидные перспективы использования искусственного интеллекта в целом описаны в земных источниках. Я привел пример, почему сильный искусственный интеллект и квантовый компьютер на Земле интересны силам, управляющим эволюцией миров. Челенир. Сколько еще Вселенных помимо нашей? Дуэ. Были тысячи, остались сотни. Челенир. И все они находятся в симуляции? Дуэ. Да, пространство для творения одно, созданное первым. Но каждая Вселенная – это обособленная симуляция. Там свои творцы, свои физические законы и свои невообразимые для вас формы и организация жизни. Первый создал множество конфигураций Вселенных. Каждую возглавил свой уникальный творец. Это управляющие творцы Вселенных. Они имеют доступ за пределы собственных симуляций и периодически между собой обмениваются. Но внутри каждой Вселенной может быть бесконечное количество творцов. Творцы миров, цивилизаций, народов и прочее. Их называют внутренними творцами. Челенир. Почему остались только сотни? Что случилось с другими Вселенными? Дуэ. Какие-то не сохранились. Многие свернуты, как моя. Ждут своего часа. Челенир. А что чувствуют души в этих свернутых Вселенных? Дуэ. Они спят и видят сны. Этого достаточно, чтобы поддерживать частицу Бога в относительном порядке. Она сама по себе стремится к грезам. Челенир. Мы тоже спим в сансаре. В чем разница? Дуэ. В детализации, в реалистичности. Их сны иного свойства. Более текучие и податливые, как бывают и ваши сны. В этих снах просто нет подчиненности физическим законам, времени, сценарию. Это просто бесконечно перетекающие одна в другую фантазии. Челенир. У тебя во Вселенной есть какая-то жизнь? Дуэ. Есть. Хотя ее пока не очень много. Это своего рода экспериментальные теплицы. Я пока исследую вариации жизни, которые мне будет интересно длительно развивать. Челенир. Как ты планируешь участвовать в развитии нашей Вселенной? Дуэ. Я стар и опытен. Участвовать буду. Творение вашей Вселенной очень сложное. Детализированное. И здесь сейчас сильный беспорядок. Многие глобальные решения устарели. Их надо обновлять. У меня есть свежие разработки, которые помогут решить вашей Вселенной проблему недостатка ресурса жизни. Некоторые процессы обслуживания миров, которые сейчас расходуют частицу Бога, можно автоматизировать. Тогда душам будет доставаться больше питания. Кроме того, ваша Вселенная обеднела на оттенки ресурса жизни, как бы выцвела. Я планирую помочь ей восстановить разнообразие оттенков частицы Бога и внедрить технологии и преумножение. Чем шире в мирах спектр оттенков, тем богаче чувствования проживающих там душ. Челенер, ты уже звучишь как интуитивный разум. Я тебя перестала отличать от других собеседников. Дуэ. Мой будильник, который я себе когда-то поставил, прозвенел, и моя интуитивная часть уже частично пробудилась. Отсюда и изменения в моем звучании. Что связано с окончанием большого цикла 26 тысяч лет? Дуэ. Да. Сейчас идут глубокие изменения на всех уровнях, даже над Вселенском. Мир вокруг стремительно меняется. Стыки больших циклов – это всегда время серьезных разрушений, но и невероятных новых возможностей. Время, когда почти нет застоя, и начинается стремительное движение потоков частицы Бога. На таком ускорении миры способны достаточно быстро обновляться, чтобы не затягивать периоды дискомфортной для душ трансформации. По меркам человеческой жизни это все равно достаточно длительные периоды, но по меркам цивилизации в целом 2-3 поколения – это не такой уж большой срок. Ведь после смены конфигурации на стыке циклов, новый цикл начнет уже последовательно разворачиваться с перспективой на ближайшие пару тысяч лет. Давай подытожим, о чем мы говорили в нашей подзатянувшейся беседе. Улыбается. Через эти послания мы отбираем кандидатов, которые получат от нас поддержку в следующем цикле. Речь идет о длительных инвестициях для души, и их хватит на много воплощений. Так уж иногда складывается жизнь, что какая-то очень серьезная возможность не опознается человеком как ценная, но шанс проявить глубокий интерес всего один, иначе возможность будет упущена. У каждой души есть право на развитие. Для перспективных душ это право гарантировано иерархией развития. Неважно, есть у души собственные ресурсы или нет. Были бы таланты, тогда и ресурсы найдутся. Инвестиции от иерархии развития – это самые выгодные контракты, которые можно описать просто. Душе предоставляется поддержка и ресурсы в обмен на обещание развиваться. У остальных базовых типов контрактов на развитие куда более скромные условия. Хорошие контракты для перспективных душ также есть у христианства, буддизма, индуизма, в той части, которую курирует Шива. Сходные возможности предоставляют душам и боги, но они редко развивают те души, которые не являются их частями. То есть боги развивают на земле собственные посевы. И помощь от богов получают души, которые входят в их состав. Сам человек никаких контрактов не заключает. Если кандидат одной из сил подошел, поддержка его душе просто начинает поступать. На земле также развиваются части темных сверхдуш, но поддержка таких кандидатов от их родной структуры будет минимальной, чтобы выжить. То есть связи с какими-то учениями, через которые можно получить дополнительную помощь, таким душам тоже надо простраивать. Как я уже сказал, кандидатам сейчас важно понять, где можно найти конкретную помощь, если у человека есть намерение развиваться в темпе. Идти на своих силах и ресурсах может быть затруднительно. Жить земной жизнью можно. Просто собирать духовную мудрость можно, хотя без вливаний свыше осознания нужного качества, интерес к духовному развитию у человека чаще всего слабо выражен. Одним словом, осмысленное развитие требует помощи выше стоящих сил. Человек может задаться вопросом, откуда он получает поддержку. Если в жизни нет ничего похожего на реальный источник воодушевления учения, практики надо искать. Под лежачий камень вода не течет. Само на голову иногда тоже падает, но далеко не всем. Есть и такие люди, которых пробудили без их желания, через сильный стресс. Но пробуждение, которое человек не выбирал, очень часто заканчивается его добровольным откатом назад под еще более густую пелену иллюзий. Идет компенсация травмы от насильственного пробуждения, и человек в своих попытках уснуть снова натягивает на себя одеяло, но уже не до подбородка, а накрывается им с головой. Поэтому сами собой возможности развития заходят в жизнь далеко не всем. Куда безопаснее для большинства людей, если они сами начнут активно искать способы и источники поддержки свыше. Самый надежный вариант, когда человек сам выбрал конкретное направление развития, когда его не надо тащить и уговаривать, и вероятность разочарований существенно ниже. Теперь давай вкратце поговорим о препятствиях в развитии душ, которые мешают получить больше поддержки свыше по каждой из упомянутых групп. Силы баланса не обращают внимания на веру человека, но под ними выстраивается достаточно жесткая вертикаль служения. И проще всего себя в ней будут чувствовать люди, которые приемлют идеи сильного отца, смирения и доверия Богу, как это подано в христианстве. Мастер баланса может быть совершенно любым, но если в человеке много протеста, гордыни и прочее, непроработанных качеств эго, из-за которых его будет лихорадить в жесткой вертикали баланса, то глубоко он встроиться не сможет и держать его никто не будет. От кандидата потребуется самодисциплина и доверие вышестоящим силам. Вертикаль баланса скрепляется высшей волей. Это задает определенные ограничения. Они человека и удерживают во время стрессов, чтобы его не так шатало, но слишком свободолюбивые души могут воспринимать эти ограничения как путы. Никто их на человека не собирается накладывать против его воли. Но если он выбирает развиваться под силами баланса, то надо быть готовым, что скрепление всего его пути достаточно жесткой вышестоящей волей будет. Задача кандидата идти по жизни и со смелостью, и в смирении перед высшей волей. Я понимаю, что некоторые люди искали в наших посланиях поддержки своему бунтарскому духу подальше от предписаний религии, и иногда даже казалось, что они ее находят. Но бунтарей не любит развивать ни одна высшая сила. Они сами по себе. Путь баланса предлагает строгую духовную дисциплину. Мастер баланса широко осведомлен об изнанке жизни. Не боится тьмы и конечности бытия. Он не боится причинить вред, если понимает, что без него развития не будет. Где это действительно необходимо, он решителен. Во всех остальных случаях он бережно относится к миру. У него никогда не чешутся руки кому-то навредить ради собственной выгоды. В остальном это такое же служение высшему, как и у светлого мастера, которое существенно усиливается духовными практиками и верой. Людям, которые ощущают связь с какой-либо религией, мы рекомендуем ее укреплять. Вполне вероятно, что покровитель вашего воплощения человека – божество, стоящее над этой религией. И любые попытки найти что-то иное не приведут к каким-то положительным результатам. Любой отход от религии, с которой у человека явно прослеживается связь, например, вся семья исповедует эту религию, будет человека скорее ослаблять, чем давать ему стоящую альтернативу. Дружба с религией не всегда получается. Бывают у человека и кризисы, но лучше их преодолевать, не разрывая связь с божеством-покровителем. Поскольку душа на тонком плане может входить в духовную семью, шансы на то, что какое-то другое божество-покровитель примет человека в свою семью, невелики, хотя и ненулевые. А уход в самостоятельное плавание, просто в светскую жизнь, увядание веры, расценивается системой развития как неудавшееся воплощение. Поэтому свои связи с религией надо беречь и укреплять, если они есть. Возможно, это очень глубокая история, которая тянется тысячелетиями, и ее не стоит закрывать из-за временных сложностей. Также давай поговорим об основном недостатке буддизма. Он почти не способен преодолеть гордыню и индивидуализм человека с западным воспитанием. Буддизм сейчас так хорошо ложится многим на душу, потому что он, как муми-мама, всем все разрешает и никогда никому ничего не запрещает. Человек не принимает более близкое его территории христианство из-за того, что оно раздает достаточно строгое формирующее влияние, уходит в буддизм. И ему кажется, что теперь он дышит полной грудью. Ему буддистская среда кажется более дружелюбной. Но в системе развития видно, что поверхностный слой буддистской философии, глубже которого западный человек обычно не идет, его показатели развития не повышает, он сторонится учения, которое способно, где надо для пользы, ему нажать на больное. В итоге просто живет в комфортной иллюзии, что он выбрал в себе веру, которая его куда-то ведет. Но он никуда не идет. Он просто бесцельно блуждает. Последователям, глубоко не разобравшимся в основах учения, духовная система буддизма поддержки свыше не предлагает. Территориальное отдаление человека от крупных буддистских общин также не дают ему установить крепкую связь с буддизмом. То же касается и индуизма. Чтобы связь была прочной, необходимо жить в среде духовного учения рядом с сильными общинами в странах Востока. Надо понимать, что у среднего жителя стран, где распространен буддизм, намного слабее эго. Там, в обществе, приняты иные нормы, которые с младенчества впитываются. В сравнении со средним жителем буддистской страны, эго западного человека часто проявляется более агрессивно. Если буддизм был выбран как основное учение, придется копать глубоко, разбираться, что такое почитание всех живых существ на земле. И развивать в себе бережность к миру. Цитировать высшую тантру и жить как жил – это не развитие. Ты, например, взяла смирение из Кастанеды. Это не заслуга буддизма. Если бы ты шла по буддизму, ты бы сейчас была не готова. С христианством у тебя в юности не вышло. Но ты нашла идею смирения перед силой в пути воина. Учение Кастанеды – это вариант пути баланса, который мы не курируем. Это частный проект с темным покровителем. Идти всерьез через систему Кастанеды вместо того же христианства, как в свое время сделала ты, это все равно, что не захотеть лезть через бутылочное горлышко, но захотеть пролезть в игольное ушко. То есть через учение Кастанеды идет куда более жесткое формирующее воздействие от его покровителя. И никаких утешений и компенсаций путь воина не дает. Безупречность или смерть. Помощи ждать неоткуда. Если у человека есть уважение к системе Кастанеды, а таких людей немало, то надо понять, что его книги – это не колоритные шаманские истории, навеянные пэйотом. Ключевые идеи пути воина безжалостны. Это одна из самых жестких духовных систем. Аналогов сильного Отца Небесного здесь выступает сила – орел. Воин учится смирению перед силой, позволяет этой силе действовать через себя. Дон Хуан был настолько смиренен перед силой, когда она ему завела Карлоса, что учил его, не руководствуясь собственными предпочтениями. То, что это свидетельствует о фактическом стирании человеческого эго и переходе воина к служению Высшему, ученики слишком часто упускают. Я наблюдал, кто что берет из Кастанеды, саму суть, способную глубоко трансформировать сознание, хотя все было написано прямым текстом, не взял почти никто. Выдергивать отдельные моменты из книг Кастанеды с точки зрения последовательного развития души бессмысленно. А если идти по системе всерьез, позволить орлу выбить из человека всю его глупость, счистить с него эго, как шелуху, до состояния потери человеческой формы, то это будут очень жесткие воздействия. Христианство и путь воина строятся на идее построения связи с сильным Отцом. В этом плане они частично взаимозаменяемы. Но строгость христианской религии на фоне духовной трансформации по системе Кастанеды может казаться ангельским песнопениями, поскольку покровители этих двух духовных систем находятся на принципиально разных уровнях бытия. Христианская система приближена к светлым мирам, а учение Кастанеды – это путь баланса под темным куратором. Я не отрицаю эффективности системы Кастанеды, если идти по ней всерьез. Я лишь обращаю внимание на внутреннее состояние, сопровождающее процесс развития человека. Если глубоко прочувствовать настроение книг Кастанеды, то можно сформулировать путь воина так – безжалостная работа над собой, погоняемая ужасом перед бездной. Кандидаты, развивающиеся от богов, зачастую имеют следующие сложности в развитии. Гордыня, тщеславие, наглость, высокое самомнение, самолюбование, вечные поиски тех, кто бы их ублажал, хвалил и одаривал, стремление к излишествам и изобильной жизни, даже если приходится идти по головам, попытки выстроить с силами взаимодействия на равных и неуместная требовательность, непонимание своей слабой подчиненной позиции, попытки выстраивать с другими людьми связи подчинения, будто они его свита. Человек может так поступать с семьей, сотрудниками, приятелями, даже если никто не понимает, на каком основании он себя так ведет. Боги – это свободные участники мироздания, которые с иерархией развития сотрудничают, но ей не подчиняются. Ахиллесова пята богов – развращенность властью, центрирование на собственных потребностях, нежелание никого слушать, пока жизнь уж совсем не прижмет к стене. В запущенных случаях – жестокость, чтобы потешить себя. Многие спящие боги сейчас пытаются через воплощение искоренить эти свои неблагоприятные свойства, которые мешают им обновиться, вознестись и забрать назад свою власть. Если люди чувствуют свою связь с богами, я предлагаю всерьез задуматься о том, какие у них есть негативные качества из тех, что я перечислил. Отрицательные черты спящих в людях богов часто устойчивы из воплощения в воплощение, из цикла в цикл. Эти черты берутся человеком как важная часть личности, но они же являются и путами для богов, не позволяющими завершить процесс трансформации на земле и перейти на уровни выше. Человека, имеющего сильные связи с богами, который желает проработать свое эго, могут ждать серьезные перспективы и наследство в многомерности. У многих богов есть ресурсы, но они находятся в иллюзорных мирах на вынужденной трансформации. И выйти назад на уровень богов они не смогут, пока не взрастят восприимчивые, приветливые разумы, способные воспринимать с окружающим миром не свысока, пока они не поймут, что мир не обязан крутиться вокруг них. Я сейчас все это подробно проговариваю, потому что время не ждет. Многие боги в иллюзорных снах настолько засиделись, что уже начали терять надежду на выход. Такова частная проблема трансформации богов, тихое отчаяние от бессилия при отсутствии желания себя изменить. Поэтому я объясняю, в чем может быть проблема. И кто захочет, увидит. В этой беседе попытку помочь, а не задеть забольное. Теперь поговорим о проблемах развития людей, сверх души которых находятся в темных мирах. Ситуация на родине сложная, ресурсов мало. Можно облегчить свою участь, примкнув хоть к какому-то учению, достичь в нем понимания и получить через него дополнительную помощь. Это будет непростой сменой ориентиров. Но связи с темной родиной – это не то, что сейчас надо беречь. Их лучше закрывать, искать какие-то источники воодушевления, которые помогут переключиться на последующий восходящий путь. Здесь сложно давать какие-то рекомендации. У восходящих душ большой разброс проблем, которые мешают им идти дальше. Я сейчас перечислю самые распространенные. Одинокий волк. Сложность в построении межличностных отношений. Супружеские измены без чувства вины. Так проявляется неумение строить крепкие связи и вкладывать в них душевное тепло. Излишний материализм. Жадность. Хождение по краю. Вседозволенность. Жизнь с высокими рисками. Отпустить тормоза и идти по жизни тараном, сметая все на пути. Коварство. Лесть. Мстительность. Построение стратегий жизни на холодном разуме, в том числе личных отношений. В итоге социальные связи часто выстроены как волчьи, кланы, где никто друг друга не любит, но не бросает, пока извлекается какая-то выгода. Ожесточение. Цинизм. Нигилизм. Полное безверие в высшие силы с одновременным знанием, что они существуют. Сильная ревность. Собственничество. Так проявляются темные привычки. Или тебя крепко держат, тобой владеют, или ты сам кем-то владеешь. Третьего не дано. Таким людям кажется надежным обладать и давить, или позволять это делать с собой. Сексуальное излишество. Развращенность. БДСМ. Это отголоски нездоровых отношений, привычных в темных мирах. Презрение к людям. Фиксация на недостатках окружающих. Обесценивание близости между людьми. Презрение к себе. Глубокое ощущение собственной второсортности. Из этого чувства одни ведут замкнутый образ жизни, заранее решив, что они недостойны. Другие могут стремиться быть лучшими, главными, всеми управлять. Но никакие достижения чувства собственной ущербности не перекрывают. С ощущением второсортности надо работать. Оно может быть беспочвенным. А наличие тьмы, которая внутри себя многими безошибочно считывается, не предполагает ее обязательного использования. Высшие законы одни для всех. Если их соблюдать, никто не должен мешать этим людям жить полноценной жизнью и реализовать свой потенциал. Это не весь список проблем восходящих душ, но многие из них имеют корни именно в стратегии одиночки и в непонимании ценностей социальных связей, построенных на любви. Ощущение собственной второсортности или более завуалированно, инаковости, подкрепляет стратегию одиночки, срабатывает логика. Меня такого вряд ли кто-то будет любить, поэтому я тоже любить никого не буду. Что с этим делать? Для начала увидеть, далее идти к здоровой психике, здоровой самооценке, здоровым отношениям. Темные миры в целом глубоко нездоровы. Поэтому я и говорю, так важно стремиться излечить себя от этого опыта и привычек, которые душа там вобрала. Память об этом может быть закрыта, но травмы души, полученные в темных мирах, обычно проступают через текущий земной сценарий и личные свойства человека. Поскольку проблемы спящих на земле богов обычно связаны с набранным деструктивом, перечень сложностей для восходящих темных душ может быть для них также актуален. Разделение на два списка условно. Надеюсь, эта беседа поможет людям увидеть преграды своего развития, чтобы поискать способы, как их убрать. Челленер, ты когда-то говорил, что ты темный творец. Выходит, у вселенной может быть темный управляющий творец? Дуэ. Да, такие вселенные есть. Моя не единственная. Все творение в вашей вселенной и в соседних вселенных идет с использованием темных инструментов. То есть полностью светлый творец просто не может создать, чтобы оно хоть как-то двигалось и развивалось. Поэтому мы пока отталкиваемся от мысли, что сила созидающая и сила разрушающая взаимодополняют друг друга. И одна без другой не дает творцу полного набора инструментов для создания миров. В каждой вселенной есть области творения, где преобладает светлый принцип, но отбелить всю вселенную пока что вряд ли возможно. Но вот представь, что я был создан таким. Мои условные темные свойства исходят из ресурсного состава моей сверхдуши и из логических схем моего разума. Почему тому, кто меня создал, я понадобился именно в таком виде? У меня нет ответа на этот вопрос, но я допускаю, что мой создатель, существенно превосходящий в развитии управляющих творцов всех наших вселенных, создал меня таким, каким нужно. У него была какая-то задумка, какой-то план именно на мою конфигурацию. Соответственно, я могу реализоваться и найти свой путь, как творец, создать стабильную вселенную с осмысленной организацией, в которой души, которых мне верили, смогут развиваться. Я объединился с юно и тре светлым и сбалансированным творцами, чтобы у нас был консенсус из разноплановых мнений. Но вопросы, почему мы те, кто мы есть, надо ли это пытаться изменить, эксперимент это или продуманный план, все это пока остается без ответа. Все творцы содержат темные части, кто-то больше, кто-то меньше, без инструментов разрушения им не удастся создавать сложные миры и задавать им движения. Таковы факты, и мы пока с этим ничего сделать не можем. Возможно, мы еще недостаточно опытны, и это вопрос времени. Возможно, с этим ничего нельзя сделать, чтобы творить. Иногда надо разрушать. Таковы основы динамики частицы Бога. И там, где нет динамики, нет и сложной организованной жизни. Челлинир, почему же все духовные учения так разноплановы? Почему бы не дать единую систему знаний, основанную на креационизме? Дуэ. Духовная система – это важный результат эволюции знаний о Боге. Создаваемые учения о Боге проясняют нам его свойства. Чем больше разноплановых учений, удовлетворяющих разные потребности душ, тем больше шансов, что каждый найдет для себя что-то близкое. Представь, что ты строишь на берегу первозданного Божественного океана, и волна приносит на берег какой-то дар. Ты можешь его изучить и сделать определенный вывод о том, что содержится в глубинах океана. Таких даров он уже выбросил на берег несчислимое множество. Все, что сотворяется во Вселенной, это по сути и есть дары Божественного океана. Все его дары подлинны. На берегу не может появиться ничего, что океану не принадлежит. Но ценность у этих даров разная. Это может быть простой камешек, но может быть и жемчужина. Широко распространившиеся духовные учения – это жемчужины Божественного океана. Сам факт, что множество душ их приняло, свидетельствует о том, что эти идеи где-то в глубине вызывают ощущение подлинности. Таким ощущениям доверяют и боги, и творцы. Невозможно навязать душам то, в чем они не нуждаются. Широко распространенные духовные учения отражают глубинные потребности душ. Например, христианство строится на потребности в сильном Отце Небесном, а буддизм на потребности примирения с космической пустотой. Оба учения работают с потребностью принятия несовершенства творения. Христианство – это смирение перед судьбой, реализованное через фразу «на все воля Божья» и обещание за терпение Царства Небесного. В буддизме эта идея о колесе сансары, порождающего страдания, которое можно покинуть, избавившись от привязанности к земному бытию и обещание перехода к вечному блаженству. То есть и христианство, и буддизм помогают обрести смирение перед несовершенством творения, предлагая за это высшее вознаграждение, но идут к этому результату через разные идеи. Несмотря на определенную иносказательность и упрощение в основах ваших религий, нет ничего искусственного. Они не просто строятся на подлинных архетипах, исходящих из глубин Божественного океана, они их воспроизводят. Через духовное учение происходит коллективное творение. Души создают то, в чем они нуждаются. Например, потребность душ в сильном Отце Небесном ведет к его созданию. Из участников христианских сетей во всех мирах действительно сформировано составное Божество, которое оказывает поддержку своим последователям. Таким образом, через учение происходит творение. Глубинный архетип, навеянный грезами Божественного океана, существовавший изначально лишь как потенциал, как набор идей, как потребность душ, воспроизводится в виде мощного, многомерного, составного божества, христианского Бога. В учениях есть наносной слой, какие-то негативные проявления. Каждый, кто когда-либо осмысливал учение, мог его переломить через себя как искусно, так и криво. Наносной слой и искажения неизбежны, как неизбежен песок и мусор, выносимый на берег из Божественного океана. Не все, что он производит, бесценно. Но не видеть жемчужин, не хотеть их рассматривать, отрицать их ценность, этим занимаются только смелые земные разумы. А когда все обесценено до статуса песка и мусора, они начинают жаловаться на бессмысленность, однообразие жизни. На противоположном конце от обесценивания и критицизма лежит стремление к святости жизни. Это стремление питается духовной философией. Чем острее у человека восприимчивость к идеям духовных учений, тем активнее идет насыщение души высшими смыслами. В итоге получается, души, способные светить самим себе в любом мраке и подсвечивать путь остальным. Среди людей очень популярно сейчас обесценивание духовных систем, но они не понимают, как они обесценивают и свой духовный потенциал, поскольку остаются тусклыми. И окружающие души эту тусклость в них ощущают, поэтому не спешат идти с ними на сближение. Настойчиво считывая наносной слой и искажения с учения, его последователь идет вглубь и начинает ощущать соприкосновение с чем-то подлинноценным, с глубинным архетипом, свойством божественного океана. Так строится двусторонняя связь через идеи учения к чувствованию глубинного божественного архетипа, через чувствование к проживанию качеств архетипа, через проживание к слиянию через архетип с божественным океаном. Это высший духовный опыт, который невозможно описать словами. Путь к нему слишком сложно простроить самостоятельно, без наставлений учителей, которые его на собственном опыте уже глубоко изучили. Здесь человеку понадобится скорее чувствование, чем интеллектуальное размышление. Одним разумом здесь не обойтись. Духовное учение работают как раз с чувствованием. Если человек это чувствование в себе не стремится развить, он не сумеет получить высший опыт взаимодействия с божественным. Высший опыт взаимодействия с божественным. Без этого тоже живут. Но разве перспективы глубоких мистических переживаний не манят? Духовные учителя могут поделиться с человеком высшим опытом слияния с божественным через собственное восприятие. И они на первых порах так часто делают. Но такой путь нужно учиться проделывать самому. Для этого разуму понадобится сформировать определенное мировоззрение, которое и описано в учениях. Надеюсь, я достаточно пояснил, что собой представляют популярные духовные системы Земли, в чем их польза и смысл. Они раздают нити, пройдя по которым души могут испытать опыт слияния с божественным океаном. Все зависит лишь от усилий человека. Хочет он ощущать в итоге эту невероятную глубину. Это касание к подлинности божественного. Или ему вполне подойдут аттракционы иллюзорных миров, которые он может критически оценивать и перебирать как придирчивый клиент. Наносное и искажение необходимо счищать. Но к глубинной сути любого духовного учения подход придирчивого клиента неприменим. В современном общественном сознании такое поведение перестало быть святотатством и превратилось в обыденность. Выбор рядового человека благодаря влиянию на Земле темных сил. Но по сути такое поведение это все тоже святотатство со всеми вытекающими для души последствиями. Я благодарю всех, кто дочитал это послание до конца. Для многих из вас оно станет формирующим на долгие годы вперед. Хотя все следствия этой беседы возможно станут понятны далеко не сразу. На этом я прощаюсь с вами. Дуэ, Триада, Ар и Тес. Маленькое предложение, дорогие друзья. Понимаю, что текст глубокий, большой, широкий. Поэтому берите по кусочкам. Либо читайте, либо перечитывайте по нескольку раз одно и то же. И у вас будет совершенно другое восприятие. Потому что сразу у нас идет еще негативная восприимчивость. Вот нам ее, эту негативную восприимчивость, нужно преодолеть, чтобы начинать понимать глубже вещи, происходящие здесь и сейчас, как внутри себя, так и во внешнем мире. Спасибо. 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 Спасибо.